Мы сейчас измерим с вами внутриклассное давление. Когда аппарат измеряет внутриклассное давление, он резко опускает воздух. Не нужно пугаться, он безвредный. Хорошо. Сейчас я вам все поработаю. В село Криушино в Ульяновском городском округе приехал мобильный центр здоровья. Местные жители в основном почтенного возраста выстроились в очередь на обследование. Медицинский фургон расположился рядом с фельдшерско-акушерским пунктом. В ФАПе тоже есть оборудование, но в мобильном центре можно пройти более детальное обследование. Например, узнать свой рост, вес и уровень холестерина. А сердце посмотреть на кардиовизоре и сделать электрокардиограмму. С помощью кардиовизора можно выявить огромное количество патологий на месте, минуя очереди в поликлинике. Здоровье глаз и состояние дыхательной системы тоже обязательно проверят. Наш мобильный центр здоровья начал свою выездную деятельность с конца 2020 года. Мы выезжаем в населенные пункты, во все муниципальные образования. Согласно нашему бытовому плану, который мы предварительно составляем. Мобильный центр приезжает в Креуши примерно раз в месяц, что для населения удобно. Галина Петровна тщательно следит за здоровьем, приемы и обследования не пропускает. Диагностический автомобиль настолько популярен у сельчан, что очередь на обследование собирается внушительная. Удобно, конечно, но народу много. Долго приходится стоять, ждать, очень непрохождение. Вот все такие процедуры. А приемы в ФАПе Галина Петровна тоже не пропускает. Врач общей практики в этом учреждении грамотный и доброжелательный. Да, она плавная, Анна Юрьевна, внимательная, очень общительная, очень добрая, спокойная. Медработники мобильного центра после осмотра чаще всего отправляют людей к врачу в стационарный пункт. Когда у пациентов есть серьезные проблемы со здоровьем, специалисты ФАПы выписывают направление в Новоульяновскую больницу или Живоульяновскую областную. Врач Анна Бурлакова принимает в среднем 30 человек в день. Поток для села и его окрестностей внушительный. В обновленном полтора года назад в ФАПе работать стало комфортнее. По программе «Земский доктор» я отработала уже 6 лет. Начинала работать, конечно, старая больница. Сейчас у нас уже, наверное, где-то года полтора уже работаю в новой больнице. Построили новый офис врача общей практики. Конечно, условия здесь намного лучше, чем со старой больницей. Выезды мобильных центров здоровья, ремонт и строительство ФАПов входят в задачи нацпроектов здравоохранения и демографии. За период с января по май мобильные центры более 20 раз приезжали в муниципальное образование Ульяновской области.